Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Алексей Акара из компании PINOL и Сергей Соколов из Московской областной организации Российского союза молодежи. Есть у нас очень интересный кейс о том, как использовать CRM не для продаж, и сегодня мы именно об этом поговорим. Но для начала попрошу Сергея немножко рассказать о самой компании, о самой организации, чем вы занимаетесь, кто вы, что вы делаете. Добрый день! Российский союза молодежи – это организация общественная, некоммерческая, неполитическая, которая является продолжателем дела в ЛКСМ, комсомола того самого. Организация существует уже и работает 25 лет, в этом году юбилей. Более того, она была создана на две недели раньше, чем, в принципе, Российская Федерация появилась. 31 мая мы празднуем свой день рождения, а 12 июня у нас День России, который тоже совсем недавно мы отмечали все вместе. Проекты у нас различной направленности, но, по сути, это очень большая линейка. Это проекты на развитие лидерских качеств, это проекты, которые помогают ребятам в школе развиваться через общественные структуры, через самоуправление. Дальше вузы, творчество, досуг, патриотика. То есть всю линейку предложений для молодежи мы охватываем и ориентируемся на то, что эти продукты, услуги для молодежи должна и создавать сама молодежь, на цель ее молодежи не только на участие в проектах, а на их организацию. А именно об этих проектах можно подробнее примеры какие-то привести? Ну, например, это может быть проект, на котором требуется помощь волонтеров. Международный авиакосмический салон «МАКС» проходит каждые два года в Жуковском. С 2011 года мы являемся партнерами у строителей авиасалона, и каждые два года у нас появляется задача отобрать 300 ребят из Москвы и Московской области, которые смогут в течение шести дней оказывать всю необходимую помощь у строителей авиасалона по работе с зрителями, участниками конференции, помощь в проведении деловых программ, помощь в работе пресс-центра и так далее. То есть волонтеры здесь являются людьми, которые безвозмездно принимают участие в организации такого большого значимого события. Понятно. Но теперь, наверное, перейдем к технической части. Причем здесь «Битрикс24», как вы вообще стали им пользоваться и как вы используете его на своих проектах? «Битрикс24» — это решение, которое не первое решение, скажем так, которое помогало нам оптимизировать нашу работу. То есть начинали из Google Docs, потом какое-то время непредложительное попробовали воспользоваться решением от «Терасофта» и «BPM Online». Но на тот момент была, по-моему, версия 7.0. Как CRM-система, она, конечно, была достаточно хороша, как корпоративный портал, многих функций не было. И вот в 2013 году перешли на «Битрикс24», с тех пор в нем и работаем. То есть понравилось и продолжаем. Используем в первую очередь, как бы наша начальная была задача, это использовать как корпоративный портал. Потому что понятно, что наши члены организации, участники наших проектов — это молодежь, ее нужно как-то структурировать, ранжировать, чтобы иметь возможность отыскивать нужных в нужном месте, чтобы приглашать к участию в проектах и мероприятиях. Понятно, что есть сотрудники, ну как сотрудники, мы их не можем назвать в полной мере, это не те люди, которые устроены в штат. Это скорее активисты, которым нравятся общественные деятельности, которые подключаются к проектам, при этом имея чаще всего либо точно они все учатся, либо уже кто-то работает. Но в свободное время у них есть желание что-то реализовывать полезное для молодежи. Поэтому вот этот инструмент, который позволяет удаленно общаться, ставить задачи, продвигаться по проекту, он был очень нужен. И как раз Bitrix24 нам в этом очень поможет. Причем сразу стали использовать многие инструменты — и IP-телефонию, и, понятно, диск, который тоже нам позволил перенести всю нашу разрозненную информацию с разных компьютеров в одно место с настройкой прав доступа. То есть всеми этими инструментами пользоваться начали сразу. К CRM пришли не так быстро, но тем не менее пришли. И вот в качестве примера понятно, что набор волонтеров, отбор их работы на мероприятии начинается с того, что в принципе нужно выявить круг людей, которые могут изъявить о своем желании в этом поучаствовать. И здесь нам очень помогла связка у нас сайт на Bitrix и Bitrix24. На сайте мы сделали форму, в которой запрашиваем всю необходимую информацию, причем как информацию контактную, так и некую специализированную. Предыдущий опыт, какие-то знания языков. То есть все, что может нам дать понимание, что этот человек нужен и пригодится именно в этом проекте. Соответственно, дальше заполненные формы у нас формируются как лиды с дополнительными полями. И далее мы уже, проведя некую работу контактную с этим человеком, принимаем решение и либо он становится контактом и попадает уже в нашу систему полноценно, либо мы ему даем возможность проявить себя, пригласить на несколько промежуточных проектов, где ребята могут продемонстрировать свои качества. Поэтому сервер мы таким образом используем. Опять-таки, ставил я вопрос, работая с Алексеем, потому что он по большому счету и компания Pinol является нашими такими сопровождающими организациями, которые на все наши вопросы по использованию Bitrix24 могут всегда компетентно ответить. И как раз поднимался вопрос о том, чтобы дополнительные поля, которые мы сделали в лидах, можно было также, как дополнительные поля, трансформировать в другие сущности. И я, насколько знаю, на апрельской конференции, где обсуждались обновления, этот вопрос у Алексея был занят, надеюсь, что будет реализовано. — Да-да-да. А можно об этом поподробнее как раз? Как у вас технический волонтер с сайта превращается в вашего временного сотрудника? Как это все происходит через CRM? — Ну, действительно, я могу добавить, да? В принципе, идея, о которой рассказывает сейчас Сергей в качестве реально рабочего инструмента, они у меня витали в голове как технические возможности. Я им предлагал эти возможности в плане того, чтобы, во-первых, веб-форму мы ее расширили капитально причем. То есть, видите, это не коммерческая задача, это не лендинг, скажем так. Это страница, у которой там 30-40 полей может быть. И люди их торопотливо заполняют. Это тоже тест на, ну, как мы говорим, беременность. — На профпригодность. — Ну, да-да-да, но лучше бременность. Это такой, как бы, хороший показатель. Что если человек готов, значит, это точно правильная галочка, правильный флажок. Если он не готов, он даже его форму не заполнит. А вроде примитив, да ведь? Там даже и выпадающие поля, не то, что ему нужно написать ему что-то такое. Заполнив формулу, они упали в лиды со своими полями. То есть, в лидах сделаны дополнительные поиски и поля. И, соответственно, запросы, соответственно, у нас полная связка под каждое мероприятие делаем свою веб-форму. С этой веб-формы у нас, мы всегда знаем, с каждого мероприятия, которое у Сергея формируется, строится своя веб-форма, мы научили их копировать веб-форму. Они это хорошо знают. И дальше, соответственно, с каждым мероприятием мы знаем, сколько у нас зарегистрировалось лидов, то есть желающих поучаствовать, и какая часть из них сконвертировалась в контакты. Здесь Сергей не договорился еще по поводу сделок. То есть, мы еще сделку открываем на этот контакт, и дальше этого волонтера, ну, тире контакт, прогоняем через сделку по стадиям. То есть, подтвердил свое участие, там, сделал вот это, сделал вот это, сделал вот это. То есть, благодаря вот даже такому сценарию на сделках, на воронке продаж по сделкам, у нас получился достаточно простой инструментарий того, что мы знаем, какое количество людей у нас на выходе уже есть или готово, какое количество нужно еще нам. Маховичок нашего, ну, как бы, нашей рекламной компании, скажем так, я так своим языком говорю, он может своим, я имею в виду, расшарить, чтобы нам еще лидов насыпалось. И, в общем, мы можем даже планировать, какое количество людей нам нужно загнать сверху, чтобы волонтеров у нас было гарантировано, чтобы мы… Большая проблема общественной организации в том, что люди ведь, они самозанятые, понимаете? То есть, они не могут… Их нельзя гарантированно обеспечить там 300 человек. Их нужно… Потом у людей свои планы, учебные в том числе, рабочие планы, они все на общественных началах включаются в задачи. Значит, нужно гораздо больше людей, нужно мониторить базу, нужно их структурировать, вводить дополнительные поля, справочники настраивать, вылизывать справочники, чтобы мы всегда могли… Вот нужно там обеспечить дизайнера, нужно какого-то человека. Отсегментировал базу по ЦРМ, нашел, пригласил в экстранет. Вот здесь расскажи про экстранет. Ну, экстранет – инструмент, который нам, безусловно, удобен, потому что, ну, помимо тех людей, которых мы можем считать своими, да, которые, например, приняли решение и написали заявление, стали членами организации, это наши люди, да, есть и просто участники наших проектов, и есть другие партнерские организации. Как раз, если проект требует… А это чаще всего, да, общественные организации, они все-таки, каждая из них отдельно, как правило, не обрадает нужным ресурсом или ресурсами. И здесь такое… происходит объединение ресурсов, усилий людей. Вот. И для этого экстранет, он идеально подходит. То есть, по каждому конкретному проекту, который требует привлечения и общения, скажем так, сторонних структур, показало себя очень хорошо. Понятно, что приходится какое-то время напоминать, и людям проще написать в ВК или в Фейсбуке, но стараюсь до них доводить информацию, что здесь лучше. Почему? Потому что не нужно будет второй раз искать. Вся история перед глазами, вся переписка, общение, сроки, задачи – все это здесь, это видно, это наглядно. А сколько людей у вас сейчас работает в битриксе? Именно в вашем корпортале? Ну, у меня порядка ста аккаунтов сейчас там зарегистрировано. Понятно, что в постоянном режиме не все люди активно принимают участие. Ну, вот это такая цифра. Но это сотрудники? Это те люди, которые уже работали по задачам в портале, то есть делали какую-то… То есть их можно называть сотрудниками, но это будет не совсем корректная формулировка. То есть те люди… Ну, это не те волонтеры, которых вы в ВК стране приглашаете, это не те партнеры, которых вы в ВК стране приглашаете, это именно ваши проверенные какие-то люди. Да, это те люди, которым я могу, скажем так, доверять, и которые получили приглашение в портал, потому что они время от времени или с какими-то там периодичностью решают задачи деятельности организации. Понятно, что просто волонтеры, которые заполнили форму, мы их не приглашаем в портал, и нет такой необходимости. Они просто в CRM-системе отражаются с возможностью выбрать из них тех, для решения каких-то локальных задач все-таки. Это большая масса волонтеров, они могут прийти и потратить свое время для того, чтобы решить такую локальную конкретную задачу в рамках какого-то мероприятия, акции. А вот до появления Bittrex24 вместе с CRM, до вот этого решения, как вы справлялись с этой задачей? Очень топорно использовали ВКонтакте какие-то группы, переписки совместные. Понятно, что это обзвон по телефону, почта. Как раз минус был в том, что нельзя было в любой момент времени посмотреть, скажем так, общую картинку. То есть люди получали задачу, выгружали список такой огромный и сидели, обзванивали. Кому-то приходилось дозваниваться повторно, кто-то ответил, кто-то ответил непонятно, кто-то сказал, подумаю. И как раз такого качественного, то есть я не мог гарантировать заказчику условному, что у нас вот в этот момент времени такое-то количество будет, просто потому что эту информацию из ВКонтакте как-то вытащить очень тяжело. Вот у вас есть сейчас статистика по CRM, вот 300 человек, которых нужно набрать, они из какого числа вообще отбираются? Ну, сейчас у нас порядка 1100 человек заполнило форму под это конкретное мероприятие, и вот из них мы уже различными инструментами производим отбор. То есть 1100 для того, чтобы набрать 300? Да, все верно. То есть вам раньше приходилось 1100 обработать руками? В этом году опять-таки CRM этому помог, или еще что-то запросов больше, чем в прошлые годы. То есть в прошлые годы мы старались, конечно, сделать, чтобы хотя бы на каждое место у нас было два потенциальных кандидата, не всегда это удавалось, но и были как бы с нашей стороны ситуации, когда там искомое количество вот ровно в этот день не было на площадке. Вот сейчас надеюсь, что отработаем, в том числе благодаря CRM, там четко по задаче от заказчика. А мероприятий сколько вы делаете? Большое количество, потому что здесь нужно... В месяц, в год? Ну понятно, что мы как бы являемся областной организацией, да, которая делает такие областного формата мероприятия, на которые могут приехать, да, поучаствовать представители нескольких муниципальных образований. У нас есть местные организации, то есть которые действуют на уровне городов и районов. И понятно, что мы являемся частью структуры общероссийской организации, у которой тоже есть много проектов уже еще более высокого уровня. Ну вот, скажем так, проекты, которые именно московская областная организация действует, то есть я и те ребята, которых я привлекаю, ну их, наверное, порядка десяти такого областного уровня. То есть в российских мы принимаем участие, но больше как не организаторы, а участники. То есть там есть набор, да, проектов. И на местном уровне до, ну, скажем так, наша ведущая местная организация в Подольском районе, она до пятидесяти локальных мероприятий в год, да, если мы считаем и то, что они проводят в конкретном классе, в школе и на районном уровне, то есть достаточно большое количество. Тех крупных, куда вы собираете волонтеров, то есть их тоже достаточно получается? Ну, есть, то есть таких как МАКС, наверное, это проект такой у нас бывает раз в год, да, то есть или МАКС, или есть там форум технологий машиностроения, который на этой же площадке проходит. Вот, но между этими крупными проектами, которые как раз интересны для молодожи и помогают пополнить базу, есть очень много таких волонтерских проектов социальной направленности, начиная от того, что мы можем в каком-то городе, понимаем, что у нас там есть десять активистов, и почему бы нам не предложить ветеранам помыть окна, или там людям пожилым, или заклеить их на зиму, да, вот такие сальные, или убрать там мемориалы какие-то к Дню Победы, то есть что-то поработать руками, вот, заканчивая именно мероприятиями, которые молодежь делает сама для себя, они уже в этот момент, ну и мы их называем волонтерами, мы их называем активистами, но досуговые различные форматы, какой-нибудь там игровой клуб, там клуб интеллектуальных игр, если есть у них помещение, и мы их можем сорганизовать, направить, они сами для себя делают очень много досуговых форматов. Здорово, очень интересно, а какие у вас дальнейшие планы, может какие-то еще неординарные решения с битриксом придумаете? Ну на самом деле, Алексей, я могу добавить, ну я потом мысль, я прошу прощения, да, здесь я добавлю следующее, вот мы буквально сейчас обсуждали вопрос дальнейших наших задач, Сергей меня спрашивал, что делать там с веб-форумами, которые у нас, они же все в движке сайта, что называется, копятся, кстати, это вопрос о том, что у нас все запросы на сайте rcmmo, то есть у них головной портал rcmmo.ru, и на нем как раз веб-форумы все реализованы, раньше были формы обратной связи, мы все переделали веб-форумы, то есть все данные хранятся в движке, генерируются в битрикс24, и мы сейчас приходим к пониманию того, что у нас не решена задача, ну я говорю, как у нас, у нас очень хороший пример того, что наши давнишние отношения, они развиваются, по причине того, что мы друг друга подпитываем информацией, конечно, я сомневаюсь, чтобы у другой организации есть такой же пример такого партнерства, даже если был бы денежный, ну так уж получилось, а здесь вопрос в того, что сформирована большая база, нет интеграции с сервисом рассылок, и вот мы сейчас, как раз я Сергею говорю, что в движке битрикс есть модуль подписка рассылки, у них лицензия старт, стандарт переводились со старта тоже, это одна из первых задач, которую мы решали. И, соответственно, сейчас мы сделаем почтовые шаблоны, нарежем их к движке сайта, и начнем заниматься, я не побоюсь этого слова, емейл-маркетингом в отношении организации московской, областной и некоммерческой. Здесь очень важный вопрос, о чем нужно напоминать, что все-таки наши активности, которые в итоге формируются, они не носят формат коммерческий, но при этом, вы видите сколько пересечений, все вроде бы то же самое. Но просто это вопрос, как использовать наши наработки, которые мы делаем для коммерческой организации, вне коммерческой, это большой вопрос. И вот, мне кажется, это пример как раз того, как коммерческие инструменты, то есть стоимостные, которые стоят денег, используются в некоммерческой сфере, и причем они дают хороший общественный эффект, и имеют эффект значимости. Вот я об этом хотел бы обсуждать. Вот мы сейчас нарежем почтовые шаблоны, всех пользователей, которые регистрировались, ну, в качестве по веб-формам, они будут добавлены и будет организована еженедельная, там, или с какой-то периодичностью рассылка по тем новостям, которые формируются на сайте. Это очень... То есть вы этих волонтеров будете в ряды в свои вовлекать, я так понимаю, да? Абсолютно точно. Больше того скажу, что, понятно, вся эта молодежная общественная активность, она основана на чувстве такой сопричастности, да, то есть, что-то им понравилось, они видели людей, которые увлечены, делают, но оно очень быстро, это чувство улетучивается, потому что, когда человек попадает из вот этого, ну, такого, конечно, общественного мира, да, он, как бы, немножко сказочный, наверное, для реальной сейчас жизни, потому что привыкла-то молодежь уже слышать, что рыночная экономика, и давай-ка нацелиться на том, чтобы вот продать себя подороже. Здесь они видят другую сферу, но, опять-таки, да, пока они рядом с нами, они это чувствуют, как только они попали, как бы, в реальный мир, у них это чувство улетучивается, и для нас всегда было важно, как сделать так, чтобы вот это чувство сопричастности, оно поддерживалось, и другого нет способа, кроме как подпитывать ребят информацией, да, пусть ты в этом и не поучаствовал, но ты, как бы, понимаешь, что это сделали люди, которые, с которыми ты в какое-то время разделил, да, потратил свое время, какие-то у вас идеи общие, и вот это как раз с помощью такой регулярной e-mail рассылки, в том числе, я думаю, будет реализовано. Как раз информация о том, что мы работаем в Bitrix24, привлекает многих ребят, особенно после короткой ремарки о том, что эта строчка в твое резюме, которая к твоей стоимости рыночной прибавляет минимум 10 тысяч рублей в месяц, убеждает на раз студентов, и, как бы, отлично и для меня, как бы, способ убедить их присоединиться к нам, пусть и на безвозмездных началах на какое-то время. Очень хороший мотиватор, да, очень интересно. Ну что ж, спасибо вам огромное за такой интересный рассказ о вашем кейсе, я думаю, что кто-то проникнется и тоже воспользуется такой идеей, может быть, реализует у себя. В любом случае, вам удачи, и чтобы ваши дальнейшие планы тоже сбывались. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.